До юбилея Великой Победы 9 мая осталось несколько дней. В преддверии большого праздника телеканал «Север» продолжает рассказывать о героях-земляках. В ноябре-декабре 1941 года из Ненецкого национального округа на Карельский фронт с многочисленными стадами оленей отправились шесть сотен призывников. Среди них был лихой солдат Иван Кисляков. Он родился в 1909 году в Усть-Цильме. В 1935-м вместе с семьей переехал в Нарьинмар. За бесстрашный характер, выносливость, отличные физические данные он получил прозвище Ивана Каянный. Чем же прославился в боях отважный солдат, узнала Любовь Пермякова. 13 декабря 1941 года семья Кисляковых запомнилась на всю жизнь. Хозяин дома Иван Осипович посадил беременную жену до семь детишек на лавку и напутствовал супруге Анастасии Ивановне. Детей береги. Сама как хочешь вертись и крутись. Но чтобы не голодали и учились, школу закончили все. Потом обнял 11-летнюю старшую дочь и сказал, «Шурочка, вся надежда на тебя. Матери работать, а тебе дети. Смотри за ними и пиши мне письма». Дочь завет отца выполнила и всю войну еженедельно писала ему письма. От него приходили маленькие треугольнички. Жив, здоров и всегда. «Не голодайте и учитесь. Я за каждого из вас отвоюю». Воевал же Иван Осипович отважно. Грудь была увешана медалями. В 1942-1945 годах он был четырежды ранен. В кисть, предплечье и дважды в ногу. Получил несколько наград. Уже в 1942 году, в самом начале войны, он был награден медалью «За отвагу». Но самый интересный факт, что за годы войны его наградили медалью «За отвагу» четыре раза. У таких бойцов в Красной армии было около полусотни или чуть больше, полусотни, не более. И урни Краснодарского получил за годы войны. Командир 8-го Олена Лыжного батальона, старший лейтенант Герасимов и военный комиссар-политрук Наточиев указывали в представлении к первой медали «За отвагу». Товарищ Кисляков Иван Осипович участвовал в боях с немецкими захватчиками 10 марта 1942 года. В бою 29 апреля проявил мужество и отвагу. Метким огнем автомата уничтожил до 17 фашистов. Оказал помощь, вынес с поля боя под огнем противника, трех раненых бойцов и четырех командиров с оружием. Старшего лейтенанта Сафонова, младшего политрука Шиловского, лейтенанта Цветкова, политрука Канавова. В боях 13 и 17 мая за высоту «Безымянная» товарищ Кисляков метко разил фашистов, помог эвакуировать раненых. Оправдал Иван прозвище «Окаянный», данное в молодости за дрочливость и лихость. Пока сражался наш герой с фашистами, на реке Печора Анастасия Ивановна поднимала восьмерых ребятишек. Старшие дети вместе с ней работали. Копали грядки, высаживали овощи, поливали, собирали урожай и ловили рыбу. Руководство станции за усердие наградило детей почетными грамотами. Зимой Анастасия Ивановна и старшие дочери вязали рукавички и носки, меняли их на продукты и тетради. В мае пришла весть о победе. Только от Ивана Осиповича сначала шли письма из Кракова, потом из Львова, а потом из Сибири. Воины 126-го корпуса сначала отправились на войну с японцами, чуть позже их перебросили на Чукотку. Только там, в октябре 1945 года, часть торосслужащих бойцов, имеющих три и более ранения, демобилизировали. И он попал под демобилизацию и в январе 1946 года возвращался обратно с Дальнего Востока. Как рассказали товарищи, он на каждом практически полустанке выходил для того, чтобы посмотреть вещи для своих детей. Не с пустыми журками ехать. И в итоге на станции Зима есть такая на Дальнем Востоке, он вышел и не вернулся обратно. 24 января 1946 года на Восточно-Сибирской магистрали было обнаружено тело красноармейца Кислякова. По мнению однополчан, отважный фронтовой разведчик погиб от удара бандитской финки. Преступники приметив военного с солидной пачкой банкнот убили его, бросив тело на рельсы, удачно сымитировав несчастный случай. Всего 36 лет жизни было отмерено Ивану Осиповичу. В Наринмаре и Великом Устьюге, Вустьцельме и Санкт-Петербурге живут его многочисленные внуки и правнуки, которые бережно хранят память о бесстрашном дедушке. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.